Снова Каламбур, развитие по развитию. Тем не менее, научный консорциум предполагает приглашает ведущих научной школы России, исследователей, экспертов, кто способен дать либо ревизию существующей методологической базы концепции устойчивого развития, либо предложить новое положение, которое может стать ядром новой концептуальной основы и методологии, скажем так, устойчивого развития в таком варианте, который соответствует мировым вызовам, соответствует повестке дня, существующей, а не политическим играм. В рамках развития текущего проекта мы прошли первые стадии, скажем так, погружения в тему. Мы разобрались с тем, что концепция ООН не является совершенной далеко в редакции 2015 года, первый пункт. Второй пункт, что мы прошлись по названию устойчивого развития, что это в своем роде аксюмарон, эту тему мы тоже обсуждать не будем. Как и то, что сама организация объединенных наций, ООН, не является, может быть, совершенным скитактором мировой политики, и много у нас интеллективостей, и всего такого прочего. При эффективности ООН и его правомощности мы тоже обсуждать не будем. Что мы обсуждать будем? Будем обсуждать позитивную повестку дня, будем искать пути развития и совершенствования, в общем-то, научных подходов. Сегодняшнее мероприятие называется следующим образом. Устойчивое развитие 2030. То есть, дело в том, что, в виду у вас в общий курс дела, что повестка дня и концепция устойчивого развития ООН, подписанной в 2015 году, в 195 странами мира. Тем не менее, эта повестка дня, судя по всему, неисполнима. Она крайне подвержена критике, в общем-то, и мир и благоволучие, так сказать, на Земле не наступает, к сожалению. Это заставляет нас сделать вывод о том, что, возможно, сама концепция неполна и несовершенна. Поэтому в ведущей научной школе надеюсь, что комиссия Моисеева РАН по наследию академика Моисеева, Российская инженерная академия, другие структуры РАН, международные структуры, международные академии, таких вопросов уже поступают к нам. Это Европа, это Юго-Восточная Азия. Мы будем искать совместно новую концептуальную базу к устойчивому развитию. Предлагаем начать рассмотрение устойчивого развития в следующем порядке. Дело в том, что, здравствуйте, устойчивое развитие, как мне кажется, страдает определенной тематикой. То есть, это концепция ради самой концепции. То есть, а решает ли она на самом деле глобальные скопеты на глобальные вызовы? Это большой вопрос. Поэтому сегодня мы разбираем уровень даже не научно-концептуальный, не методологический, а, собственно, а ради чего нужно развитие? Какие стоят истинные цели к цивилизационному развитию в повестке 21 века? С этой целью я пригласил двух ведущих экспертов, как мне кажется, к цивилизационному развитию, способными дать ответ в таких глобальных рамках. Это первый представитель, скажем, современной научной школы, Данила Медведев, футуролог. Он изложил свою концепцию, свое видение развития 21 века, а также, собственно, методики по его определению. А второй выступающий – это общественный деятель Виталий Волчков, у которого есть свой методологический подход по цивилизационному развитию разных государств, стран и прочих историй. Научная логика у нас в определении этого методического метра следующая. Дедуктивная, то есть от общего к частному. Странно разрабатываем общие базовые посылки. На следующих мероприятиях нужно прорабатывать вопросы стратегического целеполагания. Далее методологии достижения этих целей. Дальше методики, стратегии, тактики, инструменты. А потом, соответственно, базовые блоки. Напомню, что в концепции ООН три базовых блока – это экология, экономика и социум. То есть редакция ООН предполагает, что при единстве этих базовых сфер способны решить тупиковые вопросы развития цивилизации. Посмотрим, так ли это на самом деле. Возможно, появятся другие компоненты и сегменты этого субъекта взаимодействия. И возможно, что попробовать можно удастся предложить новые подходы к насущным проблемам. Боюсь, что мировые проблемы уже стучатся практически в каждое окно. И все мы подвержены, в общем-то, глобальным явлениям. Мы все находимся в одной лодке.